В столице республики снимут первый якутско-корейский видеоклип. Такую идею навеял прошедший весной Саха Корейский фестиваль. Он собрал воедино как корейскую поп-культуру, так и национальный якутский колорит. Евгений Тайтонов продолжит. В последнее время корейские агентства производят больше девичьих групп, чем бойсбендов. У девочек шире аудитория. Их слушают дети, подростки, военные и менеджеры среднего звена. А парней могут в любой момент забрать в армию и прощать дорогостоящий проект. 10 июля столицу республики посетит Урека. Созданная в прошлом году корейская женская поп-группа набирает популярность у себя на родине. И сейчас активно идет популяризация группы по Дальнему Востоку и в России в целом. Они будут здесь работать с нашими детишками. Мы будем снимать большой флешмоб. У нас сейчас 500 танцевальных точек. Для этого они будут у нас танцевать на стадионе «Юность». Мы это будем все красиво снимать. У нас будет куча компьютерной графики. Мы хотели бы сделать очень красивый международный клип дружбы, клип дружбы молодежи. 15 июля Урека даст свой концерт в стадионе «Юность», где одновременно будут производиться съемки якутско-корейского клипа. Сценарий проекта разрабатывался три года. Мы должны создать такой очень интересный, современный проект. Песня у нас уже выбрана. Она будет корейская, но там еще будут якутские мотивы, там будет якутский хамус. Корейская музыка, танцы, стиль одежды – все это привлекает молодежь. Она очень яркая, необычная. Это к ней тянет. Очень красочная и красивая. Хоть мы и не понимаем, зато… На глаз приятно. Да. Очень красивые песни у них получаются, танцы тоже. И это нас, якутских людей, привлекает это все. Мы должны с ними танцевать флешмоб в стадионе «Юность» и разные игры на комусах. Но, точнее, все будет совмещено, смешано с корейцами и с якутским стилем. В следующем месяце начнутся съемки клипа. В августе монтажные работы. А в сентябре месяце уже состоится презентация первого якутско-корейского клипа. Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, НВК «Саха», Якутск.